В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Нерадостные выходные. За праздничную неделю в Дагестане 11 человек погибли в ДТП. Новый год с толчками. Три землетрясения подряд с начала года произошло в Дагестане. Профсоюз детям. Под таким названием в Махачкале прошла благотворительная акция. За первую неделю года в Дагестане 11 человек погибли в ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Республики. В период с 28 декабря по 3 января на территории Дагестана зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 36 получили ранения, в том числе трое детей. Самое крупное ДТП произошло в Карабудахкенском районе на автодороге Урмали-Ваши. Там погибли 4 человека. Три землетрясения подряд с начала года произошло в Дагестане. Первое землетрясение произошло в Тагбасаранском районе. Подземный толчок магнитудой 5,1 балла ощущался на всем юге нашей республики и в Хачмасском районе Азербайджана. Второе с магнитудой 4,2 балла было зарегистрировано 3 января в 10 километрах от побережья Дербенского района в акватории Каспийского моря. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала. Ну а 4 января в 5 километрах севернее от Дербента произошло еще одно, уже третье землетрясение магнитудой 3,4 балла. В Дагестане восстанавливают энергоснабжение. В результате сильного ветра без света остались жители Кизлярского, Карабудахкенского, Тарумовского районов и частично Махачкалы. Энергоснабжение уже восстановлено у 65% населения. Дежурные бригады продолжают ликвидировать последствия ветра. Энергетики филиала Дагенерго переведены на особый режим работы. Социологи назвали главные страхи россиян в 2021 году. Согласно исследованию, каждый девятый гражданин больше всего боится, что Новый год окажется хуже 2020. Исследование основано на данных опроса более полутора тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет. При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее чаще. 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу. 27% боятся безденежья. И лишь 17% тревожатся о здоровье своем и своих близких. Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье. Мужчин же чаще страшат продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночества. В Махачкаре прошла благотворительная акция под названием «Профсоюз детям». Особое внимание было уделено детям врачей и медсестер, родители которых в сложное время были на передовой в борьбе с пандемией. Инициатором проекта выступил «Профсоюз здравоохранения республики». Подробности у Алины Багиловой. Новогодние утренники продлились 4 дня в Кукольном и Русском театре. За это время удалось порадовать более 900 детей из разных муниципалитетов и городов. И та нагрузка, которую наши медицинские работники взяли на себя и несут ее с честью и достоинством, заслуживает огромного уважения. И нам кажется, что то, что сегодня мы делаем, это малая толика той благодарности, которую заслужили наши коллеги. Помогать в организации культурного праздника вызвались и волонтеры, которые ловко и быстро пристроили у елки целую гору сладких подарков. Это дань нашим медработникам, которые в этот сложный год были на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. И какой-то маленький вклад с нашей стороны – это сегодня прийти и помочь в организации этого праздника. Веселая музыка, яркие декорации и театральные постановки с любимыми детскими героями создали теплую атмосферу новогоднего праздника, которая была приятна и детям, и взрослым. За лесами, за годами, за широкими талами стоял домишка! Понадила! Спасибо, скажите, вы были. Спасибо! Коронавирусы дома сидят, а так вот среди людей, вот посмотрят, культурное какое-то воспитание получают, да? Кажется, без заряда позитива не остался ни один ребенок, ведь они смогли окунуться не только в сказочную атмосферу, но еще и получить сладкий подарок от самого Дедушки Мороза. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Наш коллега-журналист ННТ Магомед Нурмагомедов награжден золотым орденом имени генерала-полковника Магомеда Танкаева. От души поздравляю вас. Желаю вам больших успехов в вашей благородной патриотической работе. Немало было войн за все эти столетия. Тагестан всегда оставался самим собой. Почему? Потому что там живут такие достойные люди. Но в наше время все это несколько поколебалось. Молодежь стала иной. Совсем другие интересы появились. В это время очень важно заниматься именно патриотическими воспитаниями нашей молодежи. Напомним, что ранее Нурмагомедов выпустил целый цикл передач на военно-патриотическую тематику. Цикл называется «Дорога памяти и слава» и повествует о значимых событиях военной истории. Я поехал туда. Это, конечно, великий подвиг наших воинов-дагестанцев. Тяжелое время. Февраль 42-го года. Прямо с эшелонов шли в бой. Я очень хочу поблагодарить фонд имени Магомеда Танкаева. Еще хочу поблагодарить тех ребят, с кем я работал над этими фильмами, над этим циклом передач. Всем ребятам большое спасибо. Это вся информация к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!